С 2008 года компания ОПЕКа работает с пожилыми по всей России. Это дома престарелых, пансионаты и патронажные службы. Решают проблемы по дому и улаживают медицинские вопросы. Если кому-то требуется питание, помогают и с этим. А на основе искусственного интеллекта внедряют систему видеонаблюдения за пожилыми людьми на дому. Человек в центре внимания, такая некая философия. Плюс я стараюсь по пяти чувствам пройти. Я считаю, что человек будет получать удовольствие от жизни, если его все пять чувств выиграли. Например, по зрению это значит, что должен быть красивый дизайн, как здесь, например. Там слух, если мы говорим про пансионаты, то должно быть тихо. Каждый четвертый россиянин пенсионер. В 2022 году количество пожилых людей перевалит за 40 миллионов. Это 27% от общего населения. Поэтому в наше время важно уделять внимание людям в возрасте. А сделать это можно благодаря социальному предпринимательству, уверен Алексей Маврин. Для меня сейчас мой бизнес – это площадка, где люди могут получить образование. Он такой как бы дополнительный. Но образование не в таком ключе, что какой-то семинар, лекции. А именно, когда могут увидеть человека, который чего-то уже достиг. В ходе беседы Алексей расскажет, с чего началась его карьера в социальном бизнесе. И даст советы начинающим предпринимателям. Возможно, кому-то это пригодится и появится нечто похожее на опеку уже на территории Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.